Глава 13 Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исайя, сын Амосов. Акила говорит, колесница вавилонская, Света Теон и Сима говорят притчи о вавилонянах. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, Махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего, Сильных моих, торжествующих с величием моем. Я повелел освященным моим, именно я приведу вождей и воинов. Этим он напоминает о царе Кире. Я, говорит, приведу их, чтобы вы боялись царя. Четвертый стих. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, Мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба. Господь и орудия гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись. Судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, Чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Это означает присутствие многих воинов с большой и огромной подмогою. Весьма хорошо понимать это о будущем веке. Если мы трудимся в этом мире для приобретения добродетелей, То таковые способствуют спасению. Иначе нас по переселению из этого мира одолеет сила мучений, Которым никогда не будет конца. Потому он называет день неисцельным. Чтобы кто-либо не обретался неисцельным в этом мире, Подобно тому, как Господа намереваясь бить рабов, И в то же время имея намерение простить их вину. Однако часто клянутся перед друзьями, Если я поймаю его, то не оставлю в живых. Если желаешь знать, каким образом этот день неисцелен, То пойдем вместе к тому богачу, у которого было много рабов, Было изобилие чаш и домашние утвари в этом веке. И ничто из этого не оживотворило его в ином веке. Но он до того мучился, что просил Лазаря освежить его иссохшие уста. И ты не краснеешь. Каким образом ты не приходишь в смятение, Ища себе врача от язву, которыми томишься? В том, кого ты видел ежедневно и жестоко оставлял, Не жалел его, хотя имел такую же природу. Но жестокое мучение заставляет забывать чувство сцедливости. Кто не жалился бы над этим невыносимым мучением, Хотя бы он и сам терпел зло от испытывающего такое. И вот он просит невеликого чего-либо, Не того, чтобы освободиться из горящего пламени и выйти из ада, Но только сколько-нибудь освежить небольшую часть тела. Однако и этого ему никто не дозволил. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Пусть он и думает, что вследствие того, что он был жесток к Лазарю, Отец Авраам не дозволил последним освежить горящие жаждой уста. Для других это служило бы доказательством лености. И они рассуждали бы так. Лазар не оказал богатому добра, Потому что во время своей жизни получал от него зло. Но мой отец или брат могут заступиться, Так как отец не может смотреть на такие казни, чтобы не жалиться. Он умилосердится и извлечет из мук. Христос, чтобы отстранить все эти пустые утешения, И убедить каждого, надеясь на свои добродетели, И весьма мало на других, Выставляет Авраама, который говорит, Между нами и вами утверждена великая пропасть. Та, что хотящие перейти отсюда к вам, не могут, И оттуда к нам не переходят. А прежнее показывает справедливое правосудие. Получил, говорит, доброе твое в жизни твоей, А Лазарь злое. Я, говорит, признаю и утверждаю, Что я не столь бессыден, чтобы быть несправедливым даже в мучениях. Не ради справедливости я желаю облегчения, Но только требую сострадания. Между нами и вами утверждена великая пропасть, Потому что не цельный день исполнен гнева и ярости. Хорошо сказал пророк, исполнен. Так как тогда нет места для покаяния, Но все исполнено гнева. Нет места для сожаления и милости, Так как Бог дал врачество покаяния на время жизни, А тот день сделал неисцельным. Но, может быть, скажут, Уже ли он не примет во внимание человеческой природы? Уже ли мы не из грязи, не прах и пепел? Однако не теперь время таких слов. Эти прекрасные слова следовало помнить тогда, Когда вы совершали грехи, Хвастались, горделиво превозносились, Предавались изнеженности и срамному пьянству. Патриарх Авраам говорил во время мучений, Когда гнев Божий уже пришел, Был уже при дверях, Но решение суда еще не было дано И не предано мучителям. Возможно ли изменение закона после судебного решения? Не слышишь ли ты, как сам Авраам молил Бога, Пока стоял в качестве судьи и говорил с ним, Но когда низвел число праведников до десяти, И лишь сказал, Погубишь ли праведного с нечестивым? То замолчал. Точно так же должно говорить и там. После произнесения определение должно молчать. Теперь ты стараешься напрасно. Если ты не поспешал во время поспешения, То что пользу поспешать теперь? Сам Христос молит, и ты не внемлешь. И Павел так же настойчиво говорит о молитве Христа. Во Христе умоляем, И как бы сам Бог говорит через нас, Примиритесь с Богом. Ты должен примириться, Говорит, с моим сыном, Который не против кого не грешил, Но даже понес грехи многих. Если ты примиришься с ним, То примиришься и со мною. А если не слушаешь его молений, То напрасно будешь просить меня о чем-либо. Если ты не примиришься с Спасителем и Искупителем, Однако я жду и терплю, Прошу и не желаю отступить и презреть молитву. Каким образом ты можешь просить меня, Когда я подвергну тебя наказанию и казни? Ты просишь и умоляешь меня теперь, Но тебе должно было слушать и повиноваться тогда, Когда я звал тебя, И я бы дал тебе прощение и милосердие, И примирился бы с тобою, А теперь ты примирение сделал своим объединением. Он называет тот день Господень, В который придут в изумление все, Прежде не красневшие от стыда лица. Когда все, являющиеся теперь мятежниками, Уразумеют, что все от Бога, Когда они подвергнутся наказанию И проникнутся трепетом, Когда бывшие презренными в этом мире Просеяют в степей лучей солнца, А гордые, славные и знатные здесь, Будучи низвержены и унижены, Пойдут вместо мучения. Тогда будет день Господень, Когда каждый примет мзду по своему труду. Если этот день есть день Не только гнева и ярости, Но также воздаяния и чести, То почему, скажут, Он обозначается неприятными, Но суровыми выражениями? Из-за тебя и твоей небрежности, Чтобы по крайней мере Таким образом возбудить тебя. Ведь все знают, Что он есть день воздаяния, Но не знают, Что также день наказания. Тому верят, А этому не верят. Выслушай также и последующее, И грешников истребить. Когда грешников примет ад, А праведников рай, То справедливо, пророк сказал, Вселенную всю, Где совершались грехи. Тогда не спровернутся города И домы, и все. Мировой порядок обновится снова, Хотя некоторые этому не верят. Справедливо сказано, Погубят, Так как они погибнут несовершенно, Но будучи низвержены в огонь, Понесут наказание за свои дела. Я накажу мир за зло, И нечестивых за беззаконие их, И положу конец высокоумию гордыш, И уничижу надменность притеснителей. Кому они будут давать свет, Когда явится солнце правды? Когда является солнце, Пропадают все звезды, Точно так же и после того, Когда явится солнце правды. Не будет являться Никакое светило. Сделай то, Что люди будут дороже чистого золота, И мужи дороже золота афирского. Почему же, Оставляя иные бести, Он выставляет на вид только это? Чтобы показать тяжесть гордости, Которая есть корень зол, Источник неправды, Из которой произошел конец И начало погибели мира. Она была началом всех зол, Она низвергла с неба сатану И прочих с ним. Потому и Бог, Чтобы исцелить эту тяжелую рану, Все совершил со смирением. Своё рождение, Хождение в мире, Призвание апостолов, И деву, от которой родился, И обручника, Которому была обручена эта дева, Так как он был по занятию ремесленник, Которым не было места в гостинице. И они были так бедные, Что не имели даже колыбели, Почему он, как сын бедный, Был положен в яствиях. Когда он интересно зашел в возраст, Оговорится, Иные женщины служили ему имением своим. И сам он говорил, Сын человеческий не имеет, Где главу подклонить. Людей незначительных Он призвал в апостолы. Он дал учение смирения, Укрепляя ее совершенно, И в то же время преследуя гордость, Как лютого зверя. Таким образом, Своей трапезой, ложем, жизнью, Своими одеждами, наставлениями, Крестом страдания и всем прочим, Бог учит нас ничему иному, Только смирению. Он умыл многие предателя, Это более дивно, чем прочее. Видишь ли, какую он показывал кротость. Он принял удар от раба, Которого поддерживал силой и терпением. С тех пор и доселе, Он презирается и получает укоризны. Однако он и говорил, И все дела совершил для спасения тех, Которые его презирают и пренебрегают. Пророк не только говорит о пороках, Но показывает также и достоинство добродетеля. Для сего потрясу небо, И земля сдвинется с места своего От ярости Господа Саваофа В день пылающего гнева его. Видишь ли красоту добродетелей? Видишь ли блеск? Пророк опять останавливается на страшных словах, И даже дольше прежнего, Признавая это полезным для того, Чтобы сделать их благонравными. Если подвигнутся силы небесные, То тем более разъярится самое небо, Столь долгое время питавшее людей, И причиной вечных наказаний будет Обилие небесных благ, Всегда кормившее их. Не думай, что второе пришествие Будет подобно первому. Тогда он приходил тихо и молчаливо Для подъятия грехов, А теперь придет для праведного возмездия. Тогда он был как бы врачом, А теперь в образе судьи. Тогда он насаждал виноградную лозу, А теперь собирает плод. Потому он придет Для неизвращения всего, Чтобы ты уразумел величие его, И чтобы знал, что он мог И тогда прийти таким же образом. Если в руке его края мира, Он прибирает на землю, И она трясется. То, что удивительного, Что когда он придет, Тот превратит все. Души почувствуют ярость Господню. Тогда каждый, Как преследуемые серны, Как покинутые овцы, Обратится к народу своему, И каждый побежит В свою землю. Те, которые будут отдалены От праведников, Не найдут себе нигде Убежище и утешение. И как отца заблудившая, И правильно, Так как не будут иметь пастыря. И не будет собирающего, Каким образом их соберет, Когда сам Бог рассеивает. Пророк снова меняет речь. Вот я подниму против них мизин, Которые не ценят серебра И не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей И не пощадят плода чрева. Глаз их не жалится над детьми. Бедствия должны быть тяжкими, Так как отсутствуют слова милости. Смотри же, как много благ для одних, И как много бедствий для других. О, дивное превращение! И Вавилон, краса царств, Гордость халдеев будет неспровержен Богом, Как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, И в рода родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, И пастухи со садами Не будут отдыхать там. В самом деле, Такие не существуют, Не обитают в Вавилоне, Но у людей встречается такое название. Они употребляют его для обозначения пустыни Или города, не имеющего жителей. В таком смысле принимает его и Писание, Излагая все по человеческому обычаю. Но не утверждая, что это так, На самом деле. Писание принимает даже вульгарную речь людей, И таким образом говорит с ними. А другие переводчики вместо Оно кентавров полагают страусы, Акила говорит волосатые косматые демоны, Симах и Феодатион, Мохнатые волосатые демоны И Оно кентавры, И будут перекликаться в слова.